Всем привет, с вами Шуха и это рубрика по отгадыванию рейтинга. Сегодня нашим гостем будет стример Мэри Дэй. Он является топ-1 инвокером по версии OpenDota и сервиса Stratz. Имеет около 8000 ммр и более 7000 матчей на инвокере. Отгадывать он будет не топов с дотабафа, как мы привыкли, а других популярных вокеров, а именно инвокер герл с 6к ммр, Бороин босика с 7к ммр и загадочного 8к плеера на колдуне. Также мы не изменяем традициями и обязательно покажем дополнительные реплеи. Ссылку на гостя вы найдете в описании. Приятного просмотра. Первый наш инвокер. Глазами игрока. В общем смотри, какие у нас рейтинги. У нас будет 3 инвокера и один бонусный реплей. То есть рейтинги почти 6000, почти 7000, грубо говоря, там уже диапазон разницы 300 ммр. И тоже почти 8к. И самый прикол в том, что двое из них это будут популярные инвокеры. Один из них инбосик, другой это будет у нас инвокер герл, знаешь? Тоже есть на инвокере играет. Да, я знаю. Вот, другой инвокер. Или другая инвокерша. Вот, ну и просто 8к игрок на инвокере. У которого там тоже около 4-5 тысяч матчей. Ты, кстати, руководи, куда крутить, что делать. Как тебе стартовый закуп? Можешь, в принципе, уже ввести какие-то эти... Да, Глазами игрока пойдет, но стартовый билд мне не нравится. Я всегда пачку танго после баунти переношу. Я беру 2 церклетки, это намного профитнее. А их апаешь во что-то? То есть в 2-0 там, я не знаю. 2-0 бесполезно, я их никогда не делаю. Я апаю один и церклетку просто оставляю. Ага. Тут обсервер сразу сломали. Да, Ливижн, дефолт. А ты тоже, кстати, там каким-нибудь санстрайком светишь фонтан сразу? Ну да, да. Смотрю, у кого что куплено. У кого Вижн. В срок-центре. Так, делают ФБ. Приятно очень. Не слишком быстро? Могу еще быстрее или медленнее? Пойдет. Ну можно помедленнее сделать. Давай 1х именно лайнер, да? Хочешь посмотреть повнимательнее. Теки, ну манга порайна, потому что он потратил... Просто на лоу лавлах очень маленький монопул у Уокера. И когда ты тратишь на страйк, например, в рейнджа... Но в рейнджа вообще я никогда не советую давать. Это слишком много. Тебе надо все равно восполнять, нести манга. Но вообще он сделал килл и несет манга. Это правильно. Он в стеке... Да все правильно делает. Все нормально делает. Слушай, я помню... Что случилось? Это Боря. Он квас в 2 взял на третьем. А, да? А ты откуда знаешь, что квас берет, например, Боря? А может инвокер герл там или 8к игрок? Нет, нет, нет. Это Боря. Короче, ты останавливаешь, что это Боря, да? Ну, во-первых, во-первых. Во-первых, у него сет Окера такой. Открой вот это, нажми на лупу. Да, да, да. Ну вот у него вот эта коллектор с кэша шмотка, которая дает щупальца на плечи. Я не знаю, я так не играю, потому что они стакаются как-то моделька Баган. Но я знаю, что он так играет. Я знаю, что он берет кваза 2 всегда. Короче, ну можешь проматывать просто. Если сейчас будет после Медаса драма, я тебе точно скажу. Дальше, да? Крутить куда-нибудь сюда? Да, да, да. Так, вот это у нас. Против пака в Экс не берется, потому что ты его за Метеор не убиваешь. Все правильно. Класс, взор по четверке оставляется. Да, драма собирает, это Боря. Он драмы собирает. Окей, ну смотри. Ты сейчас можешь дать примерно оценку, не окончательную. Посмотришь все три реплея, а потом поменять решение, если захочешь, да? Пока что мы здесь пунктик пишем, что первый реплей это Боря, да? Получается почти 7000 ммр, да? Под 7. Да, да, где-то 6700 и рага под 7. Че-то такое. Окей, пока я отключу трансляцию, тогда и на втором реплее обратно под рублю. Ребят, я нашел отличный способ для вас не просто играть, но и зарабатывать за счет своего скила в Доте, а с этим нам поможет сайт BMVP. Платформа совсем новая и доступна пока что только для Доты 2, но вскоре будут доступны и другие игры. Как же все работает? В первую очередь нужно пройти простейшую регистрацию в пару кликов, либо заполнив поля, либо через соцсети или стим. После регистрации и входа нам доступно множество функций. Начнем с турниров. Можно собрать свой стак и зарубиться 5 на 5 в турике, который проходит регулярно через каждые пару часов за призовой фонд в 3000 кристаллов, которые, кстати, эквивалентны рублю. И да, скоро будут доступны турниры соло мид, а кристаллы в свою очередь можно легко вывести на свою карту. Ну а как же собрать команду, если вдруг у тебя ее нет? Все очень просто. Ты можешь залететь кому-то в стак или же создать сам с нуля. Выбираем игру, грузим картинку, если есть, придумываем название, указываем страну и вуаля, все готово. После создания вам доступна ссылка на приглашение или же можно просто ввести никнейм и кинуть инвайт. Чтобы зарегистрироваться на любой турнир, вам необходимы синие билеты. Приобрести их можно прямо на сайте в магазине за кристаллы, либо же за рубли. Также при привязке стима к аккаунту вам дают бесплатный билет для участия. Удобнее сразу авторизироваться через стим. Это только начальная стадия платформы, скоро будет много крутого контента. Переходи и зарабатываем на своем скилле. Погнали. Все видно? Да. Кстати, знаешь, что я помню? Что раньше даже там супер хаймомер игроки постоянно с анстрайком пытались дальника забирать, а потом вот сейчас это уже перестали практиковать практически все, может быть, на лоу-пт это делают. Я за свои миллиард игр, наверное, делал так двух, наверное. Но я очень быстро понял, что это супер непрофитно. Короче, на связи в том, что ты можешь дать снэп. То есть, если Чео идет за вышку, да, у тебя под вышкой крипы, и он может динайд рейнджа. И ты можешь снэпом останавливать ему анимацию атаки. Да, и динайд сам своего. Да. Ну, такое я видел много раз, да. Либо динайд, когда ты под его, либо добивать энеме рейнджа. Вот. У тебя и когда снэп появляется, это уже минимум второй левел, то есть у тебя и монопол побольше. И 100 маны это не так критично. Так, что здесь у нас? Пачка танго. Пачка танго и стик. Пачка танго и стик. Ну. Костайк. Приятно, приятно. Нулик сходу? Нет. Он не купил нулик. А. Вот так вот. Да, статуя, короче. Манусе решил не исполнять, окей. Так. Артити блок не получился, но... Это бывает, он не 100% работает. Раньше можно было вставать на определенный камень, и он... 100% гриппы шли по одной стороне, сейчас тоже пофиксили. Я тоже так думал. И в прошлый раз сказал Кусакабе то же самое, он стал есть точка 100%. Не знаю. Не проверял. Кстати, все у нас... Ну, я так понял, уже двое экзортовых. Вот. Еще что хотел сказать. Все грандмастеры... Ну, как минимум по играм у всех там... Минимум 2000 матчей. Минимум. Минимум 2000 матчей, да. Такие жесткие уокеры, поэтому... Каких-то там... Микро ошибок не будет. Блин, я уже походу знаю, кто это. Кто это, кто это. Почему и... Ну, рассуждай, рассказывай, что ты думаешь вообще. Мне кажется, это инвокер герл. А, вот как ты и говорил, кстати, колд снэп и этот. Да, да. Ага, тебе кажется, что это инвокер герл, да? Мне кажется, это она. Во-первых, 30-й левел, во-вторых, бэйби-вокер. В-третьих, там, высокий левел батл пасса был. Не знаю, я так сужу по шмоткам, как-то у меня такая логика. Плюс там... Плюс у нее, я насколько помню, 5800. Что-то по 6000. Там шторм без шмоток. Гениальная логика. Так будет? Да, 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 снэп дает. Да, 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 моя школа. В скобочках это многие, кто ее знает. Так, сейчас смотрим. 1,50. Она должна, короче... Я уже почти уверен, 100%, что это она. Должна, короче, одну руну форжом разбивать, другую с собой брать. Это очень важно. Максимально важно. Давай посмотрим. Ну, можно скинуть пачку сначала, да. Форж на одну руну, сама на другую. Да, да. Да, это она, я думаю. Ну, все правильно, все правильно делается. Видно, много опыта. А на четвертом, что берут? Ну, чаще всего. Против шторма, против шторма всегда в X. Против шторма всегда в X. Плюс у нее хороший лейнинг. Ну, с VX ты можешь убить шторма легко. Вот. Обычно в штормах опытные не подставляются. Я вообще на инвокере не умею играть. Я даже не знаю, что дает VX. Допустим, человек, который не смотрит... Ну, не знает, как на инвокере играть, но смотрит видос. В X что это? Дай только проказ можно сделать с VX. С VX много опыта играется. Метеор, да, какой-то там? Скинуть с этим торнадо или что это? Да, опять снэп. Ну, да, да, все супер правильно. Сейчас VX должен быть. Да, VX. Ну, я же говорю, да. Да, VX очень много дает. С VX ты можешь снять активную руну. Enemy midder. Очень полезно. Против кого-то тембера снимаешь ему щиты. Это вообще супер must-have. И ты всегда берешь VX на четвертом. Если ты хорошо отлейнил. И против тебя герой без эскейпа. То есть, например, если против тебя квапа или пак. VX нет смысла брать. Ну, против тебя Шторм, СФ, например, ты спокойно их убиваешь через Метеор и снэп. О, еще идет форжом баунти. Ну, в тильт гоняет. Потеет, сит потеет. Да, я думаю, это она. Окей, останавливаем? Почти уверен. Да, да. А, кстати, два нулика вообще. Ну, не знаю. Мне не нравится, да? Да, они... Лучше Midas поскорее сделать. Лучше сделать поскорее Midas. Ну, давай посмотрим, что дальше будет тут, кстати. Ну, какой счет 6-0. Так, дальше. Ну, кстати, по пикам видно, что это не Hypothes игра. Что это 6 тысяч. Потому что у них пик, ну, какой-то странный. И за Radiant, и за Dire. Оршит, Оршит. Ну, Оршит нормальный. Проще нормальный. Но я не люблю Оршит делать. У меня Magic билд свой через Юл. А, интересно сказать. Ну, на таком петсе можно. Просто на Хайвераге ты с Оршитом особо не поубиваешься. Все чувства вместе ходят, поэтому... Лучше играть на субфарм. У тебя Юл дает очень много монорегена. И с ревелами у тебя очень большая мобильность. Я потом делаю Ктрин. У меня довольно жадный билд, но я потом выхожу в 6 лотов и могу очень много импакта делать. И можно в Соленово, да, там что-то исполнить? Да, да, да. Интересно. Окей, останавливаем, да? Короче, да, вердикт. Это Invoker Girl. Лаверага где-то 5800 или 6 тысяч. Насколько ты уверен, что это Invoker Girl? Не уверен. Вообще не уверен, но что-то мне подсказывает, что это она. А, окей. Но не факт. Значит, здесь я сейчас останавливаю трансляцию. И мы переходим к третьему реплею. Это 2 из 4, да? 3 будет 4. Нет, из 3. 4 это будет просто, как называется, бонусный реплей. А ты вообще всех популярных инвокеров, ну, или таких прям хайпотез задротов знаешь, например? Ну, я никого не отслеживаю. Я смотрел раньше... Вообще, я супер давно, я же такой, можно сказать, old. Очень давно играю в dota. Грюмором осмотрел. Потом посмотрел Sumi, когда он такую популярность набирал. Вот. Мирикла немножко смотрел. Ну, это из таких... Вот. А в целом, все их задра, волокеры, ну да, примерно знаю. Не отслеживаю, но просто знаю. Как тебе, Азатар? Это последний инвокер? Судя по тому, что ты уже выбрал предварительно ответ, это должен быть 8к, ммр инвокер, правильно? Что-то, ну, пики обеих команд мне вообще не нравятся. Как будто какая-то лоу и раган, я не знаю, вообще, какой-то пик, какой-то треш. Рубик, Шейкер в одном пике под антимага, там. Под мап, пульс, чисто с пылами попадать. Стоит чел на руне, супер... Блядь, язык, таскать. Плохо, да? А можно пик-к говорить? Ну, лучше не материться, конечно. Тогда да, тогда да, плохо. Супер плохо. Блядь, с инстракт на рейнджа... Эти, две мантии, танго в первом, короче, не знаю, это супер рак какой-то. Короче, окей, я могу предположить, а у него есть дота плюс или нет? Это очень важно, это максимально важно. Нет. У нее нет дота плюса, да? Я не знаю, как бы, что значит у нее? Я просто говорю, у этого инвокера нет дота плюса. Нет, у него нет дота плюса, да? Да, я не знаю, у нее это или у него, потому что у нас же есть вариант инвокер герл, правильно? У нее дота плюс есть. Короче, я могу предположить, что это какая-то рафляная хайп-птс игра, где Челы там порандомили, ну, поолчатились вначале. Короче, понапикали трэш какой-то, и Чел просто не умеет играть на вокере. Ну, у него типа может быть, я допускаю, что у него может быть хайп-птс, но на вокере вообще, ну, краб просто. Потому что он купил неправильно, он стоит на баунте на вокере, это вообще какой-то нонсенс. Ну, смотри, я тебе в самом начале еще говорил, что каждый вокер, который будет, у него минимум 2000 матчей. Минимум 2000 матчей? Помнишь, да? Да, минимум. А как у него может быть куплен дота плюс, и при этом у него нет даже 6-го левела, интересно? Ну, слушай. Там бывает такое, что когда ты дота плюс покупаешь, а потом он тебе заканчивается, его не продлеваешь, у тебя, ну, не отображается ли там баунт. Ну, вот я про это и спрашиваю, если у него в данный момент... Я не знаю, не знаю. Я смотрю, это такое, да, чисто у нас Шерлок Холмс, дедукция. Да-да-да. Зачем смотреть по скилу, когда можно просто определить, да, этот билд? Как тебе убийство? На арбе подловил, кстати. Ну, там уже было после, ну, такое до фон. Ну, после арбе, да, имею в виду. В снайпе сдох. Второй 0, Грейди, это вообще не нравится этим билдом. Взял векс на пятом, боже, что это? Я не знаю, что это. Я говорил, что против пака... А, на четвертом, да, не берут? А он на пятом, кстати, взял. Интересно. Ну, тут нет разницы вообще, векс, нет смысла брать. Ну, да. Потому что, если чел на паке потратил сайленс и арбу в крипов, ты можешь дать стенку и убить его. Вот, потому что все равно шрифт он вряд ли будет тратить, и само касание, вот эта тычка метеора, она все равно не прокнет. Короче, нет смысла. Он, я заметил, что он не переложил шмотки перед тем, как взять руну, он сейчас до сих пор не перегладывает перчатку, ну, на паке бот нереальный. Я не знаю, как можно потратить все три эскейпа против Уокера, при том, что он видит на панели Уокера торнадо. Все три эскейпа потратили. Да, и при том, ну, типа, ты когда против Уокера играешь, ты должен... Ну, трахает, трахает. Короче, я не знаю. Там, когда против Уокера играешь, ты должен прокликивать его панель, что у него... А это отображается, да? Ну, конечно, конечно, да. ПТ Орчин, блядь. Блядь, слушай, что ты мне подсказываешь? Блядь, что ты на суме, я не знаю. Ну, как-то... Как-то похоже прям, что ли. Потому что на пика на какой-то нереальный трэш, как будто реально китайский паблик, и сумея всегда играть через ПТ. Всегда играть через ПТ. Вот. И... Поэтому у него может быть там какое-то странное... А сколько у него ПТСов у суме? Я не знаю. Я точно знаю, что в 17-м году он был... Хотя, позже, в 17-м были ранги или нет? По-моему, они были осенью. Короче, я знаю, что у него когда-то было топ-60. Может быть, было выше. Но я точно знаю, что он такой был хай ПТС игрок. Окей, окей. Когда я отслеживал. Нормально, да? Я тебя запутал. Давай. Думаю, кто это может быть. Ну, блин, и сет такой нестандартный вот с этими штуками, и вообще билд нестандартный, и он на руне стоит, вообще не похоже, чтобы это был какой-то СНГ-игрок, если честно. Ну, реально, у меня такое впечатление, что это... Сумею почему-то. Потому что он всегда делает ПТ-воршит. Всегда. Насколько мне известно. Как я смотрел, он всегда... И плюс пики странные. Ну, возможно, конечно, это не он. Конечно. Может быть, не он. Может быть, он. Но... Факт в том, что у тебя вариант остался того, что 8К-игрок, да? Может быть, ты можешь поменять это на Борю или на Инвокер Герой, расцессовать или оставить там, как ты думаешь. Может быть, и Сумея, да, например? Если ты так думаешь, что это Сумея, например. Не знаю, если ты прям запарился на шоури плей Сумея. Я вообще не знаю, где это искать, если честно. Так, пошел за Гангл, что-то с ПТ бегает. Ну, блин, просто у Сумея игр на Вокере, мне кажется, 1014 уже. Он же нон-стоп по 20 пабликов катает, стримит на своем там как-то... Вейбу, ты имеешь в виду? А? Вейбу или как ты назывался? Ну, да-да-да-да. Что такое-то китайский. Я бы пробовал заходить, там ужасно все лагает. Ну, короче, он стримит там по-многу очень и играет по-многу. Ну, я не знаю, вроде то ли в пати играет. Короче, не знаю, очень похоже на Сумею. Могу мотнуть, если хочешь, вперед, там увидишь, что будет. Ну, блин, это прям билд Сумея, ну, я не знаю. Это может быть просто чел, который играет в билду, но Сумея всегда так билдится. ПТ, 2-0, я не помню, он собирает или нет, но я знаю, что это ПТ Оршид БКБ. ПТ Оршид БКБ у него. Раскачка дефолтная. Хотя я бы, наверное, в X побольше взял, все-таки он с Оршидом играет. Ну, он решил 4 форжа иметь. Not bad. Как Оршид. Так. Ну, просто я не знаю, вот я говорил Сумею, у него очень много игр на локере. И для него, ну, то, что он не делает, например, он с собой не берет руну почему-то. Там еще какие-то мелкие недочеты, которые я заметил, что странно для игрока такого тира, на героя там. Вот, но очень похоже на него, очень похоже. Реакция неплохая, кстати, нормально вернуться от стана. Да он неплохо все жмет, просто странные 2-0 и так далее, немного странные мовы. Санстрайк еще в начале, да, на дальниках? Да, санстрайк на дальниках вообще, типа я выпал с этого. Плюс там, когда санстрайк задевает несколько юнитов, дэмэдж санстрайка делится. И он на первом левеле всего лишь 100. И типа он кидает, и там, по-моему, два крипа стела он еще. Вообще, на что рассчитывал? 30 дэмэджа рейнджу нанести? Я не помню, он добил или нет. 30 дэмэджа и тычка. Равно 100 или сколько там? 90. Солидно, солидно, да. Ну все, останавливаем или дальше смотрим? Не-не-не, ты готов? Крутим? Сейчас, сейчас, просто он повесил лакрити на себя, а не на катапульту, я не знаю, может он не заметил, что у него катапы рядом, но это очень странно, потому что катапы в процентах дэмэдж повышен, а лакрити обязательно на нее навешиваешь. Не важно, сколько у тебя слотов. И хекс делает дальше, да? Ну блин, реально, типикал билд сумей, прям. Блин, сложно, сложно. Вообще, что-то непонятно. Ну смотри, скоро игра уже закончится, судя по всему. Сейчас, сейчас посмотрим, что-то еще. Хотя, возможно, он копит хекс и больше ничего не произведет, они просто... Ну да, что-то уже 13к перевес на 20-й. Ну блин, судя по мулам пака, как он тратит свои эскейпы, судя по пикам вообще в целом, я... ну очень сомневаюсь, что это хайверага. Но если это хайверага, то это точно не Европа, а какая-то Азия. Угу. Что-то... Ну прям какие-то супер-боты, я не знаю, за дайра. Ну на паке точно. Куда он бежит? Кстати, такой вопрос. Если был бы твой реплей, ты бы сразу бы узнал бы любая игра, которая была бы... мгновенно, сразу. Угу. У меня свой сет. Да, была версия закинуть, но потом я передумал. Ну, с первыми двумя казалось так все очевидно, а здесь это, получается, остается вариант 8000, и вообще непонятно, что-то... Ну, не похоже, да, на 8к, что-то? Ну, первых двух я даже менять не хочу, блин, они реально... Опять Алла Кретина не на себя, ну, ты не знаешь. Ну вот смотри, к примеру, да, я что-то могу сказать, я мог найти, например, игру любого не на своем аккаунте, да, вот, думай об этом тоже. Ну, а может и нет, это может, может, я тебя путаю в своих интересах. Понимаешь, о чем речь? Да, я понимаю, но я смотрю именно по его игре, то, что он не кидает какой раз, типа Алла Кретина когда пульт, то, что он дал сам страйк в рейнджа, когда внутри крепаста его рядом, и то, что он 2 нулика сделал, и то, что он стоит на баунте в начале, столько факторов, это прям очень странно, Айон делает, блин, реально на сумме похоже капец, прям очень сильно, но я не знаю, если на сумме сейчас 8000, может, есть какой-то человек, который копирует его, ну, в плане, не играет по такому уже билдовую, и так далее, сложный писец, короче, давай подумай, смотри, я тебе сейчас скажу, что ты там выбрал у нас, то есть, ты у нас, на первый реплей сказал, что это Боря, на второй инвокер герл, и получается, вот третий реплей, по сути, должно быть 8000 ммр, Я уверен в первом, что это Боря, потому что он взял квас в 2 на 3 левеле, и он делает барабаны, так никто не делает, как он так делает. Окей, Борю оставляем, если ты уверен, что-то Боря, дальше, второй реплей, тоже остается, остается, ну все, значит, здесь мы выбираем 8000, правильно? Да, ну я не знаю, кто это, я не знаю, может быть, это 8000, на какой-то, на другом аккенде, в общем, да, так, 8к, да, составляем здесь, окей, готов посмотреть ответы? Давай, подожди, давай такой вопрос, на сколько уверен ты, вот, своих ответов, на сколько процентов? Хватит меня путать, Боря, 99,9, а дальше уже, не знаю, процентов 20, окей, ты думаешь, что возможно, здесь могла быть инвокер герл, например, с другого аккаунта, да, условно, а там какой-то 8к, начинал, но все равно, ответ уже не поменять, просто, насколько уверен ты в себе, уверен? Нормально уверен, в первом 100%, ладно, во-вторых, так, по чуть-чуть, окей, все, открываем, да, слушай, здесь ты был прав, ну, слушай, в общем-то, ты по итогу отгадал, всех, всех троих, да, получается, первое, это Боря, второе, инвокер герл, да, все-таки надо как-то снять сеты со всех, и чтобы все на дефолтных вокерах играли, чтобы их нельзя было определить, да, надо как-то придумать, да, я думаю, способ найдем, но ничего страшного, сейчас мы перейдем к бонусному реплею, там я не думаю, что будет все так просто, хотя может быть просто. А, он есть, так я думаю, я три угадываю, ну все, давай, давай. бонусный реплей, это, ну, то есть, просто так, это не в счет, это не в счет, да, ты со своей задачей уже на 100% справился, так, сообщество на нервный режим, сейчас мы берем бонусный реплей. На бонусный реплей я выбрал грандмастера из Болгарии, с топ-4 рангом по Европе, ходят слухи, что это молодой 16-15 летний гений, но это не точно, его ник Ханша, кто знает, напишите инфу в комментариях. Ну, если бы, если бы ты взял игру Бори с другого аккаунта, вот, без сета, то я бы все равно понял по квасу в 2 на 3 барабанах, я знаю, что он так белится. Окей, это у нас бонусный реплей, здесь может быть все, что угодно, имей в виду, любой рейтинг, бустер на хай ПТС, не бустер, кто хочешь, в общем. Просто какой-то, какая-то хай Аверага, может быть, про игрок, да. Так, где он там с глазами? Я, я уже знаю, что это, что это 7500, 7500 Аверага. Почему? Потому что я увидел, что это петушара на кунке сидит, и этого чела я знаю, этого чела я знаю на локере, он у меня в дождь листе. А, да, какой они уникнейм, если ты сразу его определил? Я не знаю, какой они уникнейм, сейчас могу доту, а у меня она нет. Короче, я знаю, что у него вот это... Сколько у него ПТСов? У него... Блин, у него либо тысячный ранг, либо наоборот, пониже. Короче, я знаю, что это либо 8000 врага, либо 7500, я знаю, что это, скорее всего, петушара на кунке. Почему? Петушара на кунке? Потому что мы с ним играли много игр, и я знаю его с СС. И у него, да, у него Empire Guild, это все, все, я угадал. Это петушара на кунке, да? Это петушара на кунке, да, я вижу, что у него в хикбай, да я уже всех этих челов знаю. Это чел у меня в дождь листе, он на локере вообще краб нереальный. Да вот, я вижу его пачка танго. Это краб нереальный нокер, да? Ну да, но он не в дождь листе. Окей. Я еще вижу у него, ты-то знаешь, бандл, бандл команды. Аркош гейминг. Да, 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 и у петушара он Team Empire Bundle. Окей. Опа, састры. Ну это смотря, куда его закинуло, этого чела. Давай замедлим. Где-то 8000, 8000 врага, или 8600, что-то такое. Вот. И, ну, на самом деле, не факт, что он прям краб, не факт, потому что, у меня, по-моему, этот чел, мы с ним играть 2 или 3 сыграли, он у меня просто вокера перекликал меня, короче, забрал меня вокера, я вот дошли и закинул. Ну, любой инвокер, другого вокера, конкурент такого, считает крабом, почему-то, да? Да, на самом деле нет, на самом деле я нормально отношусь к челам, которые там, если у меня заберут вокера, и они, если хорошо отыграют, то нормально, короче, вот. Ну, ты думаешь, что это тут парнишка, да? То есть, я, например, не знаю, кого ты имеешь в виду, но просто вот взял. Я тоже не помню его ник, я вижу по бандлу, я сразу помню, что за ПДС, плюс я вижу, что это Петушара на кунке точно. Вот. Так что, я не могу точно ответить, какой у него ранг. Ну, диапазон можешь назвать, да? Потому что я просто не помню. да, да. Ну, давай посмотрим еще чуть-чуть. Может, ты передумаешь. А может, останешься на своем. Еще я помню, что он, когда против меня был, у меня вокера байн. Не знаю, может, он сам ФП хочет, но... Угу. Вообще, все дефолт. Ну, пачка танга вначале, может быть, потому что Вайт Спирит. Вайт Спирит, наверное, самый неприятный герой против вокера. Самый. Выжил он, кстати. Повезло ему. Чуть-чуть не попал ремнантом, так бы он умер. Можешь замедлить на единицу? Угу. Посмотрим пока. Короче, против вокера есть много неприятных героев, но, в принципе, он стоит против всех. Но, до бурды, против бурды до шестого левела. Вот. И вот Спирит, вот цель в том, что, например, против СФА стоять, это все зависит от того, кто сидит на СФА. Вот. А против Вайт Спирит, это может быть, ну, против реального краба стоять, и ты все равно отлетишь, потому что... Все равно сложно, да? Герой сломанный, да, герой сломанный. По крайней мере, первый спелл это вообще что-то нечто, он цепляет как-то супер неприятный. Ну, что, еще руны не контролит фаржом? Не, ну, как он сломанный, его уже много раз пофиксили, у него винрейт маленький, он почти не выиграют игры. Сейчас. возможно, он по игре проиграет, но конкретно мид, конкретно мид очень сложно. Очень сложно. Но, лик будет дробать. Тычка прикольная, у него удобная, то есть у Вайт Спирита. Угу. Много дэмэджа, да. Это третий спелл, которым он всех ренжей абсолютно добивает. То есть его пробить сложно. Вот. А по драфтам? То есть, ну, ты видишь, что это какая-то хайверага, да? Тем более, ты говоришь, ты уверен, что это петушара? На конке. На конке, да. То есть, этому инвокеру скажи диапазон примерного ранга, и мы можем, если хочешь остановиться, можем прокрутить дальше, без разницы. Игра недолго. Так, исходя из того, что петушара у нас хайптс игроков, да, стоп-стоп входит, топ-60-80, что-то такое у него вроде, если не ошибаюсь. соответственно, в противовес за дайр тоже должен быть какой-то хайптс игрок. Соответственно, аверага уже довольно высокая. Возможно, она даже 8500 где-то, 8400. Угу. Вот, бывает пару сотников в обеих командах, и аверага в итоге очень большая получается. Угу. Короче, ну, думаю, да, думаю, да, поскольку петушара, скорее всего, это выше 8300, где-то так. Ну, короче, 600 ранг, да, у него какой-нибудь. Ну, локер, ну, я говорю, у него может быть и 900-ый какой-то, я просто закинул на хайптс. Угу. Ну, ты не думаешь, что он какой-то сотый ранг, например. Блин, ты меня запутал, ведь, а я так подумал, черт, а ведь банду этой команды может быть не только у того чела, просто он тоже 30-ый TR, этот чел, который у меня дошли с Т, у него такой же бандл, и он тоже играет на Бэби Вокере. А, ну, я тебя просто путаю, понимаешь? Я, ну, как бы, могу и не путать, то есть, это такая, как называется, Mind Games, думай сам. Я выполняю свою роль ведущего. Мне кажется, что это тот человек Доджи 100, и, скорее всего, у него точно не сотый ранг. Окей. Останавливается? Да, да, давай смотреть, его ранг. Так, ну, давай просто сейчас сначала посмотрим ранги ребят, тут какие-то, 500-ый, 44-ый. Ну, нифига, пятышара апнулся, да, солидно. По поводу хайвераги, ты был прав. Так, тут у нас еще. Блин, я даже узнаю челов, судя по тому, смотри, у него 44-ый ранг, да? Ага. Значит, тут тоже должен быть хайпотест чел, правильно? Тут какие у нас? Ну, тут еще 200-ый есть. То есть, тут должен быть какой-то чел тоже в сотнике, наверное. Блин, это окер. Тут полторы тысячи четырехсот, ну, ладно. Приколи. Это ничего из за шлиста, хорошо. Это ничего из даже шлиста, да? Блин, и походу с 2017 года. Знаешь, это ничего из шлиста. Так. Сейчас ходят легенды про маленького задрота какого-то молодого из, по-моему, Болгарии. Ханша, у него ник. Вот, он в топ-4 сейчас. Это он. Блин, а по-моему, я, кстати, с ним играл в паблике. Здесь тоже практически справился, потому что там у тебя, ну, что мы можем сказать, исходя из этого видоса, то, что у тебя отличная память, вот, хорошо работает логик, вот, и, ну, и играешь на инвокере, это тоже круто. Поэтому, ребят, переходите на его стрим, Mary Day, нереально играет на вокере, 8К ПТС, тоже там 7000 матчей, все дела. Вот, можешь сказать прощальные слова? Ну, спасибо всем за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Окей.